Я тут на днях, как раз был там, был в одном из подразделений. Это ребята из Росгвардии, но они как раз занимаются тем, что чистят территорию. Работают блестяще, но они меня кое о чем попросили. Решите показать. И вот, конечно же, звезда – это Маргарита. Ну что мы можем сладкий подарочек ей? И вот этот сладкий подарочек ребята передали. Это донецкие конфеты. Ребята, я не знаю, как тут встать, чтобы не упасть. Велели поцеловать. На какую камеру? Поклон, ребят. Низкий поклон за все, что вы делаете, до слез просто растрогали. Спасибо вам большое. От всех нас, кто здесь в тылу вас ждет и благодарит. Спасибо. Спасибо, Володя. Это ребята, которые борются за независимость нашей страны, за мир на новых территориях, которые бешено раздражают американцев, которые бешено раздражают европейцев, которые нас понять не могут и не могут принять наш путь. Ну, собаки лают, а караван идет. Хотя собаки лают громко. Но, в принципе, вот, когда смотришь на то, что происходит в нашей стране, когда смотришь на наших ребят, и когда смотришь на Запад, абсолютно сошедший с ума, то становится за них тревожно. И эти люди хотят управлять миром, и эти люди нам пытаются что-то про себя сказать, и с этими людьми мы должны о чем-то договариваться? Маргарита Семеновна. Я думаю, что в этом году уже не увижу тебя, ни телезрителей в этой студии. И поэтому я хотела бы, если ты мне позволишь, в свое выступление сегодня сделать таким вот итоги года немножко, да? И вот выяснилось в этом году, что мы действительно хорошие, а они-то не очень. Мы хорошие, а они не очень. Вот весь вот этот вот мир, который все эти годы заставлял нас верить, пытался заставить нас верить, и много их заставил верить. А главное, заставил верить многих у нас, что самое обидное, что мы не очень. Ну, только у, да даже у слепого, слепой же может слышать, у совсем тупого в этом году не открылись глаза на правду, кто на самом деле хороший, а кто на самом деле не очень. Мы говорим о суверенитете, а ведь это же и есть суверенитет. Мне даже так иногда немножко обидно слушать, когда мы говорим об этом, в том смысле, что нам надо добиться суверенитета, потому что мы, мне кажется, мы его уже добились. У нас остается свобода быть такими, какими мы есть. Самосвобода начать специальную военную операцию и самосвобода вести ее не так, как нам диктуют и не так, как делают это они сами, а так, как мы, согласно нашему моральному кодексу и нашим ценностям, считаем правильным. Что мы увидели в этом году, еще оказавшись свободными? Мы увидели, что их справедливость, никакая не справедливость, ничего не стоит. И в справедливость мы больше не верим. Я считаю это потрясающим итогом этого года. Мы научились не слушать тех, кто не с нами, и слушать тех, кто с нами. Мы же на самом деле 30 лет этого не умели. Правда же? Человеку, который интересуется этими вопросами, совершенно очевидно, что научные открытия человечества, сегодняшние и завтрашние, и через пятьминуточные, и религиозные предчувствования, пророчества человечества, они, выйдя из точки А и из точки Б, оказались не параллельными прямыми, оказались прямыми, которые пересекутся очень скоро. Пересекутся очень скоро в одной точке. Возможно, даже при нашей жизни. Почему возможно при нашей жизни? Потому что, когда бы это ни произошло, мы, может быть, до этого доживем. Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Очень скоро, в течение десятилетий, нано-клеточки компьютерные будут вживляться нам в кровь, чинить все, что поломалось, человек будет жить вечно. Таким же образом человечество рано или поздно придет к воскрешению. Научно. Из ДНК научится регенерировать ткани и восстанавливать человека. Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждет сюрприз. В Библии этот сюрприз называется «Страшный суд». Поэтому я желаю нам всем и в следующем году и всегда следить за своими поступками, следить за своими помыслами, быть добрыми людьми, не приносить в этот мир еще больше зла, чем в нем и так уже есть, приносить в этот мир больше добра, чем в нем и так уже, к сожалению, нет. Каждый раз, когда ты кому-то мстишь, во Вселенной становится меньше прощения. Каждый раз, когда ты агрессивен, во Вселенной становится меньше мира. Каждый раз, когда ты лжешь, во Вселенной становится меньше веры. Я желаю нам всем, чтобы нашей памяти на этом страшном суде, как бы он назывался по науке, было о чем рассказать о нас хорошего и как можно меньше плохого. С наступающим. Красиво. Очень.